Здравствуйте, я Александр Герасименко, и в этом видео я поделюсь с вами моими мыслями о том, как стать счастливым. Я расскажу вам три правила, в которые я лично верю бесконечно. Правило первое. Сейчас мы снимаем это видео в коттеджном поселке, где я сейчас строю дом. И мы давно мечтали о доме, чтобы он был 15 минут ездать в Москву. Чтобы здесь была детская площадка, спортивная площадка, большое озеро, большими красными рыбами, достойное окружение. Все то, о чем мечтают люди, которые вышли из бедности. Но вот сейчас, на какую-то минуту я поймал себя на мысли, и эта минута растянулась, что все, о чем я думаю, думая о доме, это проблемы. Я думаю, где мне взять рабочих с российским гражданством? Как мне организовать доставку стромателевых на участок? Проблемы, проблемы и проблемы. Да все потому, что я сам забыл, мое же собственное правило, как быть счастливым. Правило первое гласит, чтобы быть счастливым, нужно радоваться своим проблемам. И я подчеркиваю, это не то же самое, что радоваться тому, что у тебя есть. Если мы радуемся тому, что у нас есть, это тянет с нас назад, это нас по жизни сдерживает. Если же мы радуемся нашим проблемам, это двигает нас вперед на наши проблемы, к нашим целям. Потому что каждая проблема – это ступенька к нашему желанию. Очень хорошо эту мысль выразил один из философов, который сказал, «Я жаловался по поводу моих узких ботинок, пока не повстречал человека без ног». Чтобы быть счастливым, нужно, первое правило, радоваться своим проблемам. Как быть счастливым? Правило номер два. Американский тренер успеха Тони Роменс говорит, «Emotions come from motion». Эмоции происходят от движения. Счастье – это эмоция. И чтобы быть счастливым, нужно много двигаться. Многие люди считают детей маленькими образцами счастья. Это такая облачка позитива. Попробуйте взять это маленькое облачко позитива. И пристегнуть его сзади на заднем сидении. Вы увидите, он превратится в грозовую тучу. Дети так счастливы, потому что они много двигаются. Молодежь сегодня ведет сидящий образ жизни. Садятся у компьютера, проводят там недели, даже годы их жизни. И жалуются, что они несчастливы. Ты не можешь быть счастлив, если ты не двигаешься. Если человек ведет стиль жизни престарелого человека в доме престарелых, он себя чувствует, как престарелый человек в доме престарелых. Но в отличие от молодежи сегодня, престарелые люди хотя бы общаются друг с другом. Молодежь сегодня общается только с экраном их монитора. Правило номер два гласит, чтобы быть счастливым, нужно двигаться. Правило номер три. Как вы думаете, какая эмоция является противоположной счастью? Многие скажут грусть или печаль. Вы ошибетесь. Грусть и печаль – это эмоция, которую мы даже хотим испытывать. Нам нужно иногда погрустить, потому что грусть помогает нам собрать силы. Это похоже на времена года. После лета – счастье. Приходит осень, период спокойствия. Потом приходит зима, период печали. И потом опять мы готовы радоваться жизни. Если счастье – это максимальная эмоция с знаком «плюс», то минимальная эмоция со знаком «минус» – это страх. Мы не можем бояться и быть счастливы. Если счастье встречается страхом, страх всегда побеждает его. Чтобы быть счастливым, нужно оставить страх позади. Это означает, если вы боитесь социальной оценки, если вы боитесь публичных выступлений, вам нужно прийти в спикер-клуб, мой спикер-клуб, чужой спикер-клуб, неважно, и оставить страх публичных выступлений позади. Если вы боитесь собак или пауков, я рекомендую вам, заведите эту собаку или этого паука, гладьте его либо ее ежедневно, пока ваш страх полностью не пройдет. Если вы боитесь летать, возможно, вам даже стоит рассмотреть карьеру, бортпроводника на полгода либо на год, пока вы полностью не оставите страх полетов позади. Чтобы быть счастливым, нужно освободить себя от страхов. Я резюмирую. Три правила, как стать счастливым. Правило первое. Чтобы быть счастливым, нужно радоваться своим проблемам. Правило номер два. Чтобы быть счастливым, нужно двигаться. И правило номер три. Чтобы быть счастливым, нужно оставить свои страхи позади. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok